Растрескавшаяся краска, будто морщины на лице дома, чьи глазницы окон смотрят на Барнаул вот уже 110 лет. В начале 20 века здешний район назывался Зайчий Слободой. Квартал преимущественно бедняков. Но именно этот участок улицы Анатолия, тогда Павловской, из-за близостей к Покровской церкви считался наиболее престижным, что подтверждает и история дома. По моим данным, его в 1910 году построил некто Чистов. Фамилия, в принципе, характерная, например, для священников. То есть вполне возможно, что это был представитель духовенства. Но в районе Покровской церкви жили не только священники, что само собой, но и здесь жили мелкие предприниматели. Например, вот тот дом, который в прошлом году на фестивале ремонтировали, он принадлежал Пимакату, Тарантину. А хозяйка этого дома, который стал первым участником том Сойерфеста в Барнауле, была Мещанка по фамилии Лаптева. Волонтеров он привлек своей деревянной резьбой, которая теперь встречается все реже. Суть акции проста. Выбирают дом с историей, но не памятник архитектуры. Реставрировать такой могут только спецорганизации. На деньги спонсоров и руками добровольцев приводят фасад в порядок, максимально возвращая прежний вид. Хотя с деревянным зодчеством прошлого не все так просто. Сейчас столяров и плотников не так много. Они все заняты и очень сложно найти тех, кто согласится на какой-то безвозмездной основе это все сделать. То есть в первый год у нас получилось. То есть мы нашли такого друга единомышленника, столяра, который нам некоторые элементы восстановил, ну просто с нуля. А в прошлом году у нас не получилось этого сделать, поэтому вот на втором доме у нас до сих пор не оставят. Нынешний участник феста свое деревянное убранство сумел сохранить, но работы волонтерам тоже хватит. Перечень уже составлен. Жильцы очень хотели, чтобы можно было вот этот цоколь штукатурить заново и покрасить. И кроме этого мы ошкурим, приведем в порядок, ошкурим наличники, покрасим их, придем в порядок в фасад, который вот сейчас у нас есть. Очень будем рады видеть всех неравнодушных горожан на нашем мероприятии. Фестиваль, как правило, длится около трех месяцев в зависимости от фронта работ. И поэтому мы, конечно же, приглашаем всех жителей на это мероприятие. Суть проекта не в том, чтобы подарить вторую жизнь отдельному дому. Его организаторы мечтают воссоздать, как они говорят, историческую среду. Квартал города начала прошлого века. Такие уголки, кстати, пользуются спросом у столичных туристов, которые купеческих особняков видели много. А вот таких заповедных уголков с деревянными домиками в больших городах остается все меньше. Николай Потешкин, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...